Друзья, привет всех! Поздравляю с Масленицей и сегодня покажу, как можно сделать очень красивые розочки из блинов. Такие блины точно удивят ваших гостей и вашу семью, а подать их можно с абсолютно любыми добавками, например, полить медом или вареньем. Берем глубокую миску, в которой мы будем замешивать наше тесто, разбиваем в нее яйца, добавляем немножко соли и насыпаем сахар. Хорошо все это взбалтываем с помощью венчика или обычной вилки. Затем добавляем муку. Если вы используете муку высшего сорта и вы уверены в ее качестве, то в принципе муку можно и не просеивать. Разрыхлитель и сода в этом рецепте не используется. Затем частями добавляем в муку молоко. Молоко должно быть холодное. И хорошо вымешиваем венчиком тесто так, чтобы в нем не было комочков. Молоко поэтому нужно добавлять двумя или тремя частями. Когда тесто густое, в нем легче избавиться от комочков. В жидком тесте это сделать намного сложнее. И в самом конце, когда все тесто уже перемешали, оно получилось жидкое, мы наливаем в него растопленное сливочное масло. И снова хорошенько перемешиваем. Теперь смотрите, наши розочки можно сделать двух цветов. Для этого наливаем половину теста в другую миску и добавляем в нее какао. Если хотите, то этот шаг можно пропустить. У вас будут просто обычные одноцветные розочки. Тоже очень красивые. Здесь берем самое обычное какао, которое варят вместе с молоком. И обязательно просеиваем его через сито для того, чтобы в тесте не было комочков. Ну и дальше жарим блины как обычно. Конечно, лучше использовать специальную блинную сковороду с низкими бортами. Но моя сковородка к тому времени, когда мы снимали этот рецепт, еще не приехала. Поэтому я готовила блины на обычной. Смазывать дополнительно сковородку маслом или нет, смотрите сами. Здесь все зависит от вашей сковородки. Если блины к ней не прилипают и покрытие антипригарное хорошего качества, то дополнительно смазывать маслом ее не нужно. Ну все, наши блины готовы. Теперь можно делать из них розочки. Берем блин и складываем его на 4 части, то есть пополам, потом еще раз пополам. Отрезаем верхний кусочек блина, точнее уголок, и сворачиваем его в розочку. Это будет центр или бутон нашей розы. Оставшуюся часть блина мы разрезаем ножом с одной стороны, чтобы получилась такая длинная лента, и накручиваем ее на бутон. Посмотрите еще раз поближе, чтобы вам было понятнее. Кстати, обычно у блинов получаются слегка суховатые краешки. Закручивайте этими краешками, как раз наверх они будут выглядеть, как настоящие лепестки розы. Готовые розы складываем в тарелку очень плотно друг к другу, чтобы они не раскрутились. Посмотрите, как это красиво и очень необычно. Уверена, вы такие еще не делали. Приятного вам аппетита и еще раз поздравляю с масленицей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok